— И за все эти годы, мадам, вы ни разу не подумали о разводе? — спрашивает журналист старушку на золотом юбилее ее семейной жизни. — О разводе нет, только об убийстве. Дочь возвращается домой под утро. Отец строго спрашивает, ну и как это называется? — Не знаю, папа, но теперь это будет моим хобби. — Теща, когда отходит мой поезд? — Зять, через два часа тридцать четыре минуты сорок секунд. — Хотите ходячий анекдот расскажу? — Ходячий, а как это? — Расскажите. Ну вот, пока вы думали, он уже ушел. — Знаешь, мамочка, я в полной растерянности. Посоветуй, что мне делать, кого из троих выбрать. Один много зарабатывает, второй умный, а третий прекрасно танцует. А тот первый, — говорит мать, — не мог бы научиться танцевать. Идет девушка, подходит к ней грузин. Девушка, туда не ходи, разденут. И туда тоже не ходи, разденут. И туда не ходи. — Разденут? Что же мне делать? — Раздевайся здесь. — Слонов дрессировать очень просто. Берешь молоток, бьешь по хоботу, слон от неожиданности садится. Но на арене-то ты его не бьешь, а все что-то на ухо шепчешь. Это я у него спрашиваю, по хоботу хочешь? — Слыхали, какой-то парень нашел за городом противотанковую мину? — Да, слышно было очень хорошо. — Фу, кто это воет, как собака? — Это я, мама. — А это ты? Ну, пой, пой, мой, столовушка. Вчера встретил такую девушку. Бюст — во, бедра — во, талия. На себе не показывай, плохая примета. Представляешь, вчера ночью я во сне разговаривал с дядей Гошей по телефону, а он уже два года как умер. — Бывает. Но самое удивительное, что сегодня принесли счет за переговоры с Ташкентом. Мой муж умер сразу после свадьбы, бедняга. Но повезло, недолго мучился. — Поздравляю. Слышала, что ты вышла замуж? — Ах, не поздравляй. Мой муж импотент. Какой кошмар. И он не предупредил тебя до свадьбы? — Да он что-то говорил о недвижимости, но я думала о другом. — Ржевский, отгадайте загадку. Маленький, серенький. По полю прыг-скок, прыг-скок. — Жопа. — Да что вы, господин поручик, это же заяц. Вот я и думаю, как это жопа и вдруг прыг-скок. Рабинович, за сколько вы пробежите сто метров? За трояк. Рабинович звонит домой из Америки. Все отлично, устроился работать. Работа очень близко, добираться всего полчаса. На метро? Нет, на лифте. Мужик в баре разглядывает лед в коктейле. Смотрите, какая интересная форма, ледышка с дыркой. Его сосед флегматично смотрит на бокал. Чего тут интересного? Я уже двадцать лет на такой женат. И новый, видимо, последний раздел — анекдотная мозаика. Так он называется, этот раздел. Где вы работаете? На почте. Штемпелюю письма. Должна быть, это очень скучная работа. Скучная? Что вы? Совсем нет. Ведь каждый день новая дата. Восьмидесятипятилетняя вдова отправилась на свидание с девяностолетним стариком, с которым познакомилась заочно. Вернулась она огорченной. Что случилось, мама спросила ее дочь. Мне пришлось три раза ударить его по щеке. Он что, приставал? Да нет. Просто я думала, что он умер. Международный симпозиум по защите животных. На повестке дня — гуманные способы убоя свиней. Французский представитель. У нас свиней электрическим током убивают. Очень быстро и надежно. Англичанин. Мы их сначала усыпляем, а потом уж закалываем. Практически безболезненно. Русские. А у нас на прилавках только головы и копыта лежат. Наверное, взрывают. Попали француз, русский и американец в плен к людоедам. Те решили их съесть. Единственный ваш шанс спастись — это попасть из ружья в сидящего на пальме попугая. Француз попросил рюмку коньяка, выпил, выстрелил и промахнулся. Американец попросил стакан виски, выпил, выстрелил и промахнулся. Русский попросил бутылку водки, выпил и попросил еще бутылку водки. Выпил, взял ружье и убил попугая. Как вы могли в таком состоянии попасть в попугая, удивляются людоеды. А что состояние, когда четыре ствола и все небо в попугаях? В черном причерном городе есть черная причерная улица. На черной причерной улице есть черный причерный сад. В черном причерном саду есть черное причерное дерево. На черном-причерном дереве сидят два черных-причерных человека, один черный-причерный человек говорит другому, эх, зря мы с тобой, Василий Иванович, резину жгли. На привозе за соседними столиками торгуют армянин и грузин. Армянин говорит, армяне лучше, чем грузины. Грузин стискивает зубы, но молчит. Армянин снова, армяне лучше, чем грузины. Грузин не выдерживает и кричит, ну чем, чем, чем они лучше, чем, чем грузины. Разговариваю две подруги. Выписал врач моему мужу таблетки от импотенции. По одной таблетке во время еды. Я ради интереса дала ему за обедом вместо одной таблетки две. Так он, представляешь, сразу тут же на столе на меня набросился. Ой, наверное, на столе было неудобно, удивилась подруга. Еще как неудобно. После этого случая мы в этот ресторан больше не ходим. Вавирии уговаривают ученого-еврея остаться. Квартира у вас хорошая, работа хорошая, все есть. Жена настаивает. И вы, мужчина, не можете повлиять на жену. Родители жены тоже хотят ехать. Вот пусть и едут, а вы оставайтесь. К сожалению, я единственный еврей в семье. Два электрика ремонтируют линию вдоль шоссе, забрались на столб, и случайно один конец провода упал на землю. Мимо идет старушка. Эй, мамаша, будь добра, подай проводок. Старушка берет провод и протягивает его одному из сидящих на столбе. Тот взял провод и говорит, спасибо, мамаша, и к напарнику. Я же говорил, земля, а ты фаза, фаза. Студент робко вытаскивает экзаменационный билет, просматривает вопрос и неуверенно обращается к профессору. Разрешите мне взять другой билет? Возьмите. Студент берет другой билет, читает его, вздыхая, кладет обратно. Простите, профессор, может быть, вы разрешите взять третий билет? Давайте вашу зачетную книжку. Студент дрожащей рукой подает книжку, профессор ставит оценку три и расписывается. Студент благодарит и уходит. Ассистент, сидящий рядом с профессором в недоумении, спрашивает, за что тройка? Разыщет, значит, что-то знает. Он и она разговаривает по телефону. Вася, говорит она, у меня сегодня родители уехали до завтрашнего вечера на дачу. Ну и что, спрашивает он? Как что? Приезжай ко мне сегодня в гости. Зачем? Как зачем? Поужинаем вместе, выпьем, а дальше? А дальше включим медленную музыку и погасим свет. И что потом? Немного потанцуем, а потом ляжем в постель и будем заниматься любовью до самого утра. А, намек понял, выезжаю. Муж на работе. Приходит его приятель Коля. Как я рад, что ты одна. Можно поцеловать? Дам 25 рублей, валяй. Ну а если покажешь, что в костюме Евы дам 100 рублей? Согласилась. Я не ошибся, ты прекрасна. Может, переспим? Дам 1000 рублей. Она решила, за такую сумму можно. Расплатившись, приятель ушел. Вечером приходит муж. Извини, задержался. А Коля заходил. Да, смутилась жена. Ну и хорошо. Значит, он передал тебе мою зарплату. Мужика повезли хоронить и по дороге уронили. Пьяный тракторист случайно его переехал. Испугавшись, он выбросил его в озеро. Браконьеры, глушившую рыбу, увидели всплывающее тело и привязали его к пограничному столбу. Пограничники, увидев нарушителя, прошили его пулеметной очередью. Поняв, что это мирный житель, отвезли его в больницу. Врач, выйдя из операционной, устало махнул рукой и сказал, будет жить. Чукча, любитель подлёдного лова, никак не мог найти местечко для рыбалки. Наконец, намаявшись, нашёл таки ледяную поляну. Ни души, только стал лунку бурить, вдруг сверху голос, здесь рыбы нет. Сдрогнул Чукча, глянул на небо, перешёл на другое место, опять едва начал бурить. Тот же голос с неба, здесь нет рыбы. Рыбак в ужасе перекрестился. Кто это говорит? Это говорит директор катка. Чукча, вернувшись из города, в числе других покупок, привёз головоломку. Он сидел над ней каждый вечер в течение двух недель и, наконец, собрал из кусочка нужную картинку. «Я всего за две недели собрал головоломку», — похвастался он соседу. «А две недели это быстро?» — поинтересовался тот. «Ещё бы!» — взгляни на коробку, написано «от трёх до семи лет». Восьмидесятилетние супруги отправляются в свадебное путешествие. В первую ночь они медленно в предвкушении раздеваются и ложатся в постель. Муж берёт руку жены в свою и держит её, пока не засыпает. То же самое повторяется во вторую и третью ночь. Вечером четвёртого дня муж вновь пытается взять руку своей супруги, но она останавливает его. «Не сегодня, милый. У меня болит голова». Послали в космический полёт Белку, Стрелку и Чукчу. «С земли передают. Белка! Гаф! Проверь систему управления. Стрелка! Гаф! Проверь систему питания. Чукча! Гаф! Что гаф? Сиди тихо, ничего не трогай и покорми собак». Василий Иванович с Петькой засекли подводную лодку. Петька, ныряй, узнай, чья. Вынурнув, Петька кричит. «Китайская, Василий Иванович!» «Почему, Петька? На ней китайские иероглифы». «Дурак ты, Петька! Сейчас на всех лодках китайские иероглифы. Ныряй снова!» Петька снова ныряет. Через десять минут всплывает и говорит. «Английская, Василий Иванович!» «Почему, Петька? Я прислушался. Разговор английский». «Дурак ты, Петька! Сейчас английский, международный язык. Ныряй снова!» Через пять минут Петька выныривает. «Чукотская, Василий Иванович!» «Почему, Петька? Да я постучал. Они и открыли». «А откуда у вас такой синяк под глазом?» «Я стал жертвой собственного человеколюбия. Представьте, вчера я вытащил из воды одну девушку, а в это время пришла жена и ударила меня. Это бесчеловечно. А где это было? На реке или на море? Да в нашей ванне. Приехала француженка в Россию. Месяц без косметики, месяц без нормальной еды, месяц в очередях, все ее матерят, в транспорте давят. Наконец приезжает она домой во Францию, наливает полную ванну воды, бросает в нее все экстракты, все шампуни, садится в ванну, расслабляется и произносит «Шарман, бля!» Накануне сессии летит Бог и с ним два ангела. Пролетают над МГУ. Смотрят все студенты, готовятся к экзаменам. О, молодцы! Уважительно, говорят ангелы. Сдадут. Неа! Отвечает Бог. Пролетают над МГИМО, институт международных отношений. Там тоже все усердно готовятся. Сдадут, говорят ангелы. Неа! Отвечает Бог. Летят над МИФИ. Инженерно-физический. Там дым коромыслом. Пьянка, гулянка, карты, музыка. Ха! Вот эти не сдадут. Сдадут, уверен Бог. Почему? Ха! На меня надеются. В магазине оптика человек заметил в отдельной витрине очки, стоившие 10 тысяч долларов. Когда продавец разрешил ему их померить, оказалось, что сквозь эти стекла все люди вокруг видятся голыми. Мужчина купил очки и побежал домой. Влетел в комнату и увидел, что его жена и его сосед сидят на диване голые. Муж снял очки. И, к его невероятному удивлению, люди на диване так и остались голыми. Он снова надел очки. То же самое. Так я и знал, недовольно проворчал муж. Представляете, купил очки всего 20 минут назад, а они уже сломались. Один говорит другому, поздравь меня, купил американский слуховой аппарат. Как будто вновь родился. Слышу по утрам, как птички поют. Иду на работу, слышу, как меня приятели окликают с другой стороны улицы. Второй спрашивает, сколько отдал за аппарат? 25 минут четвертого. Идут ночью по городу два голодных людоеда, отец и маленький сын. Навстречу очень полная женщина. Папа, давай ее съедим. Что ты, сынок, разве можно столько калорий сразу? Ты что, журнал здоровья не читаешь? Продолжает путь. Встречает еще одну женщину худую-худую. Папа, давай хоть эту съедим. Ну что ты, ее только на костную муку. Прошли еще немного, а идет навстречу красавица. Не девушка мечта. Папа, уже эту-то съедим. Эту тетю. Нет, деточка, эту тетю мы возьмем домой, а съедим маму. К женщине пришел любовник, и вдруг звонок в дверь. Муж, пугается она, падает на колени и начинает молиться. Господи, сделай так, чтобы любовник исчез, а муж ничего не заметил. Хорошо, раздается голос. Будь по-твоему, только за это ты умрешь от воды. Я согласна. А сама-то думает, что от воды-то я остерегусь. А потом сюрприз, дешевая путевка в круиз по Средиземному морю. Ну, кто устоит? Искнула. Только вышли в открытое море, шторм, женщина опять на колени, молится. Господи, неужели за меня ты погубишь столько жизней? И тут вновь раздается голос. Замолчи. Я вас потаскух три года на этот теплоход собирал. Старушка Манюня готовится принимать гостей. Чтобы ничего не забыть, написала на листке «Не забыть подать кофе» и повесила на кухне. Пришли две старушки, давние подружки, сели, разговаривают. Манюня угостила их кофе, потом побежала на кухню, чтобы прочитать, что дальше делать. Там написано «Не забыть подать кофе». Снова подала. Сидят, разговаривают. Манюня спохватилась, вдруг забыла что-нибудь. Побежала на кухне читать памятку, там написано «Не забыть подать кофе». Подала. Когда старушки вышли, одна спрашивает другую, почему эта Манюня не подала нам кофе? На что вторая ей «А разве мы были у Манюни?» Подходят супруги к клетке, где сидит горилла. Вдруг горилла просовывает сквозь прутья лапу, хватает женщину и затаскивает к себе в клетку. Женщина начинает кричать «Вася! Вася! Что, Вася?» Теперь ты ему объясни, что ты устала, что у тебя голова болит, что ты стирала. В отдаленный горный район в местную школу приехала комиссия. Посетив занятия, осмотрев школу, комиссия вышла на школьный двор посмотреть, как дети отдыхают на переменах. Оттого, что они там увидели, у них волосы встали дыбом. Они побежали в кабинет директора и закричали с порога «У вас на школьном дворе гуляет ослик! Дети подходят к нему сзади! Они с ним такое делают! Это ужасно!» Директор строго поднял бровь. Ослик был белый или черный? Белый, растерялась комиссия. Белый — это детский. Едут в одном купе евреи и грузин. Еврей с нижней полки стонет. «А, это жара, колеса! Я больше не могу! Я умирай!» Грузин с верхней полки случай дорогой. «У всех жара, колеса! Поволчи, дорогой!» Еврей не унимается, ноет и ноет. Через некоторое время он затих. Грузину стало скучно. Решил посмотреть, что делает еврей. Свесился с верхней полки. Смотрит. А тот умер. Удивленный грузин. «А-а-а! Ты в этом смысле!» Целый час муж роется во всех карманах, а потом удрученно говорит жене «Не могу найти свой бумажник, а там много денег. Попробуй ты поискать». «А в брюках ты смотрел?» «Да». «А в плаще?» «Смотрел». «А во внутренних карманах?» «Нет». «Почему?» «Если и там нет, у меня будет инфаркт». На даче лягушачий хор орет, так что невозможно разговаривать. В воду летят камни, но через минуту продолжается то же самое. Подходит хозяин одной из дач, министр внутренних дел, берет небольшой камешек и кидает. Наступает полная тишина. «Как же это вы так сразу прекратили?» спрашивают дачники. «А я дирижеру под темечку». На стройку пришли на работу молодые специалисты. Прораб им говорит, «Ребята, завтра у вас будет у нас комиссия. Чтобы не случилось, делайте вид, что так и надо». На следующий день ходит комиссия по стройке, вдруг одна из стен с шумом обваливается. Один из молодых строителей смотрит на часы и говорит, «Ишь ты, 10.35 точно по графику». Петька с Щипаевым пошли в разведку и долгих нет. Потом конный разъезд увидел, как что-то непонятное плывет по Уралу. Через некоторое время к берегу подплыл на большой балалайке Петька и обессиленно лег на берегу. Казаки спрашивают Петьку, «Что это такое?» «Петька, это контрабас. Мы с Василием Ивановичем у белых джаз-банду разгромили». «А где, Василий Иванович?» «А по дну рояль толкает». «Я считаю, что Ивановы просто чехнутые. Представь себе, они купили ковер и теперь заставляют всех гостей снимать обувь. Но ведь в этом нет ничего удивительного. Не скажи». «Ковер-то висит на стене». «Пошел охотник в лес, охотится на волков, а свою собаку волкодава оставил дома». Пока он бродил по лесу, собака отвязалась, начала искать хозяина, по следу догнала его, подбежала сзади и на радостях положила ему лапы на плечи. Охотник потом рассказывает, «Я знаю, что это мой серко, он меня лишит, я его глажу, но в штаны класть не перестаю». Идет человек по улице и видит очередь, спрашивает последних, «Ребят, что дают?» Ему отвечают, «Дают по морде». «А почему такая очередь большая? Так ведь бесплатно». На скамейке у дома сидит старушка, вытянула перед собой руки и хихикает. Останавливаются люди и видят, что в одной ладони у нее вставная челюсть, а в другой стеклянный глаз. Спрашивают ее, «Бабушка, что с тобой?» Старушка продолжала хихикать, продолжая хихикать, кивает на ладони, «Нихрена себе чихнула!» Иван-царевич идет по берегу моря и вдруг видит, как коршун бьется с красавцем-лебедем. Иван-царевич хватает лук, фьють, и коршун падает в море. Лебедь опускается перед ним на землю и превращается в прекрасную царевну. «Иван-царевич, ты спас меня от смерти, и за это я исполню три любых твоих желания». «У меня есть только одно желание», отвечает Ваня пересосшим горлом, «но выполни его три раза». Иностранец попал на Красную площадь. Чтобы убедиться в этом, он решил спросить местных жителей. Подойдя к женщине с авоськой, он спросил, «Это Красная площадь?» «Ну», ответила женщина. Мужчина в кепке и с толстым портфелем на тот же вопрос проговорил, «Лага». И только третий опрошенный молодой человек в очках ответил словом, который иностранец нашел в словаре. «Да, это Красная площадь». Вечером на приеме в Министерстве культуры иностранный гость рассказал об этом эпизоде министру культуры. «Понимаете, сказал министр, все ответы правильные, но они отражают уровень образования. У первого человека, очевидно, начальное образование, у второго среднее, и третий человек с высшим образованием». Получается, у вас каждый третий имеет высшее образование, восхитился иностранец. «Ну», ответил министр культуры. Отец повел детей в зоопарк. Больше всего им хотелось увидеть живых обезьян. «К сожалению, сказал сторож, сейчас брачный период и обезьяны уединились». Тогда отец предложил, «А если бросить в клетку что-нибудь вкусное, как вы думаете, они выйдут?» «А вы бы вышли?» спросил сторож. В одном городе открылась служба добрых услуг, то есть кто кого хочет, может к себе на дом вызвать. Одна женщина вызвала к себе на дом мужика, приготовилась, ждет. Звонок в дверь, она открыла. Там стоит мужичонка с портфельчиком. Дошел, портфель открыл, достал оттуда бутылку водки, поставил на стол, выпьем, поговорим. Выпили, поговорили, женщина ему всячески намекает, что пора делом заняться, а он опять бутылку водки из портфеля на стол и говорит ей, выпьем, а говорим. Выпили, поговорили, женщине уже не терпится, опять ему всякие намеки делает. Подсаживается к нему все ближе и ближе, а он ее и спрашивает, «Гражданочка, вы кого вызывали?» «Я хахаляна домника, а я алкаш-собеседник». У каждой женщины должно быть пять мужчин. Первый мужчина – это друг, которому все рассказывают, но ничего не показывают. Второй мужчина – это любовник, которому все показывают, но ничего не рассказывают. Третий мужчина – это муж, которому немного показывают и немного рассказывают. Четвертый мужчина – это гинеколог, которому все показывают и все, рассказывают. А пятый мужчина — это начальник, который как сказал, так и будет. Дед с бабкой получили письмо от внука. Здравствуйте, мои дорогие дедушка и бабушка. Сегодня мы вступили в пионеры. Вожатый нам сказал, что мы теперь всегда должны говорить только правду. Ну вот, я вам пишу правду. Этим летом, когда я был у вас, я нашел в погребе банку с вареньем и съел ее. Чтобы банка не была пустой, я туда насрал. Вот и все. Дед как даст бабки по голове? Говорил тебе насрано, а ты все засахарилась, засахарилась. Грузин пришел в публичный дом. Его проводили в комнату. Веседела очень хрупкая женщина. Грузин спрашивает, слушай, ты сколько весишь? 42 килограмма. Ходить можешь? Могу. Уходи. Человек засеял поле. Начинается наводнение и посевы смывает в реку. Человек рыдает. Господи, за что такая напасть? Сеет второй раз. На посевы обрушивается град. Господи, рыдает человек. Что я такого сделал? Сеет третий раз. Налетают птицы и выклевывают семена. Господи, да что ж такое делается? Рыдает человек, простирая руки к небу. В небе приоткрывается окошечко. Высовывается Бог и говорит, ну не нравишься ты мне. Не нравишься. Дачники в электричке. Вот у меня выросло яблоко. Положил на табуретку. Сломалось такое большое. Это что? Я свое яблоко положил на стол, развалился стол. А у меня выросло яблоко. Так я его положил на телегу. И что, сломалась телега? Нет, ну вылез червяк и сожрал лошадь. Жена приходит домой с работы и рассказывает мужу, что ее подруге муж купил колготки и сеточку для волос. Ладно, я тебе завтра тоже куплю. На следующий день он приходит в магазин. Мне колготки с сеточкой для волос. Может, вам еще брюки с коробочкой для яиц? У деда Мазая во время войны от голода зайцы мрут. Пошел он к партизанам. Партизаны, я дед Мазай. Дайте капустки, а то зайцы дохнут. Ты что, сдурел? Война кругом. Пошел отсюда. Пошел дед Мазай в деревню, встретил бабку. Бабка, дай капустки. Я дед Мазай, у меня зайцы дохнут. Война кругом. А ты капустки просишь, старый хрен. Иди, может, немцы тебе дадут. Пошел он тогда к немцам. Немцы, я дед Мазай. Дайте капустки, у меня зайцы мрут от голода. Скажешь, где партизанин, дадим тебе капуста. Дед Мазай радостно. Вон в том лесочке. Немцы сразу в атаку пошли. А капуста, кричит Мазай. Шоль отсюда, старый дурень. Война сейчас. Дед Мазай стоит, затылки чешет. Эх, зайцы помрут с голоду, и с партизанами как-то неловко получилось. Молодой негр разговаривает с Богом. Боженька, почему у меня черная кожа? Потому что белая кожа слишком нежна для жгучих солнечных лучей Африки. Боженька, почему у меня короткие курчавые волосы? Потому что длинные волосы цеплялись бы за деревья и лианы в джунглях Африки. Боженька, ну почему я тогда родился в Саратове? Таксист, опасаясь грабителей, возит с собой монтировку. Посадил двоих на заднее сидение и повез. Его один трогает за плечо. Шеф закурить не найдется? Таксист его монтировкой по голове и спрашивает второго, тебе тоже? Нет, мы одну на двоих покурим. Группа дремучих пенсионеров решила выпить. Собрали деньги и послали самого молодого за вином. Один из них рассуждает. Вот ведь за вином послали, а закуски-то и не подумали. Послали еще одного за закуской. Ну хорошо, рассуждает другой. Будет и вино, и закуска, а почему тогда и дам не пригласить? Послали дедочка пошустрее за дамами. Вот что, товарищи, говорит самые дряхлые, раз уж у нас и вино, и закуска, и даже дамы будут, надо кого-то послать за мужиками. Встречаются два бывших приятеля. Как дела? Да так, в последнее время все что-то не клеится. Мраморную плитку на днях для бассейна купил, а жене цвет не нравится. Второй этаж в коттедже третью неделю никак доделать не могут. Мерседес, пора менять. Жить не хочется, а как у тебя? Я уж три дня ничего не ел. Ну ты что, так нельзя. Нужно себя заставлять. Гвоздем программы передвижного цирка был старый беззубый лев. Однажды во время представления к директору в ужасе вбежал униформист. Господин директор Беда у укротителя револьвер отказал. Зачем ему револьвер, спасил директор. А как же? Когда он перестает стрелять, лев тут же засыпает. Нет, вы не англичанин. Вы русский. Как вы догадались? Вы пьете чай, а ложку оставляете в стакане. А сейчас положил ложку на стол. Нет, вы продолжаете придерживать ее большим пальцем. А так, убрал палец. Нет, как только подносите чашку, закрываете правый глаз. Вернулся новый русский из-за границы, рассказывает друзьям. А вот в Чикаго, там в гостинице, в номере, есть такая кнопка. Стоит нажать, появляется красотка и спрашивает, что вам угодно, я к вашим услугам. Ну и повезло тебе, ведь немножко пожил в свое удовольствие. Почему немножко? Я с собой ее привез. Кого? Красотку? Да нет, кнопку. Женщина просит разрешения отлучиться на два часа с работы. Начальник отдела говорит, ну вы же знаете, какие могут быть неприятности. Идите сразу к директору. У директора я должен знать, куда вы идете. Я не могу этого сказать, тогда никаких отлучек. Я иду к любовнику, краснеет женщина. Хорошо? Только никаких магазинов. Сразу в постель. Микола, ты хоть раз кахал жинку при дневном усвите? Не, Михайло, не колы. А ты спытай, такая радость? Через несколько дней. Михайло, дякую тоби. Кахались мы при усвите. Ох, такая радость, особливо дитям. Они чуть не померли за смеху. На приеме подходит японский посол к нашему. А ну-ка, отгадайте, что у меня в кулаке? Наш думал, думал, эх, сейчас выставит меня японец на посмежище. Обращу-ка я все в шутку и говорит, как что? Телевизор. Японец прямо-таки обалдел, но потом опомнился. Холосо. А тогда, отгадайте, сколько стук? Девочка приходит к отцу и спрашивает. Папа, что такое трахнуть? Где ты такое слышала, дочь? На улице. Ребята говорят, трахнул, трахнул. Это подвезти на такси. Уехал отец в командировку, звонит домой, чтобы его встретили на вокзале. Дочка, пойди, найми такси и узнай, сколько это будет стоить. Обратилась к ней мать. Девочка подходит к стоянке такси и обращается к водителю. Дядечка, сколько будет стоить трахнуть меня, маму, бабушку и Бобика? Сколько тебе лет? Спрашивает таксист. Мне 10 лет, а маме? Маме 35, а бабушке? И кто такой Бобик? Бабушке 65, а Бобик это собачка. Значит так, тебя и маму я трахну бесплатно, а бабушку пусть трахает Бобик. Идет мужик по улице мимо многоэтажки. Вдруг слышит свист, подымает голову и с ужасом видит, что прямо на него падает рояль. В 10 сантиметрах от его головы рояль зависает прямо в воздухе, и из него высовывается смешная рожа. Испугался? Ха, шелбан за испуг. Витек, подымай! Наркоман нашел на берегу моря бутылку, открыл, из нее вылетел джин. Загадывай три желания, но только три. По косячку, сказал наркоман. Джин исполнил, они покурили. Загадывай второе желание, еще по косячку. Ну, мог бы что-нибудь поинтереснее придумать. Ну, ладно, еще покурили. Загадывай третье желание, еще по косячку. Джин исполнил и скрылся в бутылке. Через час джин вылезает из бутылки и говорит, ну, ладно, загадывай четвертое желание. Одна женщина постоянно покупала еду для кошек. Однажды продавец, который знал, что у нее нет никакой кошки, спросил, кого она кормит. Мужа совершенно невозмутимо, ответила она. Да вы что, он же умрет. Через некоторое время дама перестала покупать еду для кошек. Ну что, отравили своего супруга? Причем здесь еда для кошек? Он сломал шею, когда пытался облизать себе зад. После брачной ночи молодые пошли покупать мужу обувь. Продавщица выносит сорок пятый размер, меряют малы. Принесли сорок шестой малы. Продавщица говорит, больше нет, извините. Жена с огорчением выходит из магазина. Господи, что же у тебя ноги такие здоровые выросли? Да знаешь, я из деревни все время без ботинок летом бегал. Лучше бы ты без трусов бегал. На корабль был назначен новый капитан, обратившийся к команде с такими словами. Я хочу, чтобы каждый уразумел, что этот корабль не мой и не ваш. Этот корабль — наш корабль. Из задних рядов раздался голос. Давайте тогда продадим его. Вызвала женщина-столяра. Понимаете, у меня что-то случилось со шкафом. Когда на улице едет трамвай, шкаф начинает дрожать, двери слетают с петель. Может, петли заменить или шурупы подтянуть. Столяр снял туфли, залез в шкаф, закрылся и стал ждать трамвая, чтобы понять, в чем дело. Вдруг пришел муж, видит туфли мужские, подходит к шкафу, открывает дверь и видит мужик. Ты что здесь, сволочь, делаешь? Гадом буду хозяин, не поверишь. Трамвая жду. Родила женщина-негра, в вестибюле роддома. Сидит ее муж, здоровенный мужчина, свирепого вида. Увидев его, медсестра не решила сообщить такую новость. Позвала на дворника, налила ему спирта и говорит. Пойди скажи Иванову, что у него сын черный родился. Только объясни ему научно. Скажи, что, мол, гены, мутация. Дворник тяпнул спирта, зашел в вестибюль и говорит. Иванов, но я дурак, мутатор мыть надо. Негру тебя родился. Геной назвали. Произошло землетрясение, завалился панельный дом. Прибыли строители, стали разбирать панели. И вдруг слышат из-под земли гомерический хохот. Подняли панель, а под ней на унитазе сидит человек и дико хохочет. Чего ты, спросили его? Вот строить стали, мать тех, так. За ручку бачка дернул и дом развалился. Муж с женой постоянно ссорится. Муж обращается к психотерапевту за помощью. Тот советует придумать какой-нибудь знак или жест, чтобы определить, кто в каком настроении. Муж, придя домой, жена, давай договоримся так. Если приду домой и кепка у меня прямо надета, то я в хорошем настроении. Если же на бикрене или задом наперед, лучше сразу убегай, а то хуже будет. А жена в ответ ему, значит так, если я руки вместе держу, ниже талии, то у меня хорошее настроение. Но если на груди скрещены, то плохое. И мне наплевать, как у тебя надета кепка. Бабушка с пятнадцатого этажа вышла на балкон и посмотрела пристально вниз. Ей стало плохо, она выпала и разбилась. Бабушка с четырнадцатого этажа вышла на балкон, посмотрела вниз. Она увидела бабушку с пятнадцатого этажа и стало плохо, она упала и разбилась. Бабушка с тринадцатого этажа вышла на балкон, посмотрела вниз. Она увидела бабушек с четырнадцатого и пятнадцатого этажа, ей стало плохо, она упала и разбилась. Над городом наступали сумерки, а бабушки все падали и падали. Моряки дальнего плавания разговаривают между собой. Как вы узнаете, что ваши жены делают, когда вы находитесь в дальнем плавании? Спрашивает самый молодой из них. Я прошу брата, чтобы он следил, а если надо, то и пользовал. А я приезжаю, подхожу к подъезду, где вечно сидят сходачат бабки и говорю привет, проститутки. Они мне сразу это мы-то, проститутки, вот твоя жена, и выкладывают все. Молодая женщина приходит к гадалке. Пять лет тому назад, говорит она, вы мне предсказали, что у меня будет муж и пятеро детей. Ну и что? Так оно и есть, у меня пятеро детей. Прекрасно. Теперь я пришла узнать, когда у меня будет муж. Водитель грузовой машины увидел на обочине женщину с канистрой. Наверное, пиво везет или самогон. Надо подвезти. Посадил в кабину, едут. Шофер кивает на канистру. Что, пива? Нет. Самогон? Нет. А что тогда? Бензин. Зачем? Знаю я вас. Только первый лесок, так у вас сразу бензин кончается. Звонок по телефону. Жена берет трубку и слышит голос. Вы, как женщина, можете удовлетворить мужчину? Дурака обидела женщина и бросила трубку. Муж спрашивает, кто звонил? Жена рассказала. Муж говорит, если еще раз позвонит, скажи, что можешь. Пусть приходит. Жена так и сделала. И вот звонок в дверь. Муж берет дубинку, становится за дверью и говорит жене, открывай. Жена открывает дверь. На пороге стоит мужчина и, не переступая порога, задает тот же вопрос. Жена отвечает, что она может удовлетворить мужчину и просит зайти. Но тот говорит, если вы женщина и можете удовлетворить мужчину, то почему ваш муж ходит к моей жене? Касса аэропорта «Грузин» подходит к окошечку, вкладывает в паспорт пять тысяч рублей, протягивает его кассиру и просит. Дорогая, один билет на Москву. Из кассы билетов на Москву нет. Пассажир добавляет еще пять тысяч рублей. Дорогая, очень прошу. Да, билет, сильно спешу. Кассир, подумав, снимает трубку телефона. Позовите мне срочно прокурора. Пассажир замолновался. Неужели заложен? Но, слушай, товарищ прокурор, ваша бронь отменена. Вы в Москву сегодня не летите. Продолжение следует...